Итак, 1-0. Я не знаю, как там дела идут в параллельных матчах. Честно сказать, я за ними в данный момент не слежу. Но как только один из матчей завершится, ну и так же завершится наше противостояние. Так, кстати, не то я вам совсем говорю. Конечно, команда Stars уже ждет своего соперника по этой встрече. И я уж не знаю, будет ли у нас какая-то задержка, будем ли мы играть по расписанию. Либо же Stars готовы будут сыграть раньше и победители этой пары в случае скорой победы SG, допустим, сразу же отправятся на вторую встречу. Не знаю. В принципе, не принципиально вообще. Снова небольшая пауза у нас. Итак, посмотрим, кто куда пойдет по линиям. Бедняга Зул, который на прошлой карте страдал, сейчас будет стараться мстить оппоненту на том же самом герое. Посмотрим, насколько хорошо ему это удастся исполнить. Так, я сейчас посмотрю. У нас в данный момент, к сожалению, достаточно мало, но это понятно, почему там параллельно более интересующие зрители регионы выступают. Меня интересует... Сейчас я быстренько посмотрю, будет ли у нас какой-то матч. Вернее, когда там закончится... СНГ и так далее. А, ну СНГ закончится совсем... Скоро уже закончилось, как я понимаю. Но, может быть, сейчас народ и подтянется, и мы с вами посмотрим побольше. Различных матчей в большом количестве. Вот я увидел, что есть в чате фанаты визажа медового. Но... Это визаж керри, как мы понимаем. Или... Так, куда пойдет алхимик? Все будет зависеть от этого. Вообще, понятное дело, кто здесь уже саппорт. Понятное дело, что пак отправляется в сложную. Но вот только эти два товарища. Здесь, тем временем, ведомантер в легкой. Помогает ему Коттл. Спиритбрейкер везде. Энчандрис в сложную, как я говорил. И... Драгонайт отправится на центральную линию. И в смоках решили прогуляться СГ. Даже на второй карте не хотят давать и минуты покоя сопернику. Вот прямо сейчас три героя. Причем три героя способные убивать. А слип. А есть слип. И бежит уже Спиритбрейкер. Хватит ли дэмэджа по этой энчандрис? Пока нет ни одной способности. Включается хил. И, судя по всему, СГ здесь поплатится за свою наглость. Потому что визаж уже погибает. Энчандрис не погибнет. А вот Никс отлетит точно так же. Да еще и Бэйна заберут. Минус три. Трипл килл для Драгонайта. Старт мечты. Просто посмотрите на вот это. И как быстро он это все себе приобретет. Шестьсот золота. Погуляли, называется. Поверили в себя. Три ноли. Старт. Невероятно крутой для Аном. Посмотрим, как сумеют реализовать такое преимущество по деньгам. Сумеют ли вообще. Алхимик против Драгонайта. Стоит на центральной линии. Драгонайта уже часть их потеряна. Но он там в драке участвовал. Поэтому не принципиально. Зато уже несет себе банку. Чем Алхимик пока похвастаться не может. Кири Визаж. Я не фанат Кири Визажа, честно вам скажу. Я могу предположить, что он имеет место быть в определенных ситуациях. Но слишком рано как-то засветили, что это Кор Визаж. Может быть недооценка соперника. А может настолько крутой исполнитель на нем выступает, что... Могут себе позволить. Там тем временем снизу. Пак вместе с Никсом разбираются с Котлом. Ну, Котл достаточно уязвимая цель. Единственное, его плюс это... Бегает быстро. И далее. Будет ли нападение на Виномансера. Но пока Никс работу свою выполняет потрясающе. Виномансер. Не получилось здесь Паку заивейдить. Иллюминейт. На миде у нас очень равная борьба. Десять два, десять три. В принципе, и на первой карте было что-то подобное. Не сильно один от другого. Отставали игроки. Но как мы видели, происходящее на центральной линии абсолютно не влияло на что-то. Здесь очень легко убивают энчатрис. Прям совсем просто получилось. Хватило пары нюков. Энчатрис справляется отдыхать. Ну и фраг для визажа. Точно не будет лишним. Итак, алхимик. Левел четыре. Догонает левел четыре алхимика. Он будет оставать по опыту немного после того, как эти все крипы погибнут. Ну и понятно, слишком много убийств он сумел совершить. Что касается Пака, у него дела идут замечательно. Есть уже тапки, есть манга, есть левел три. Виномансер пока только собирается этот третий уровень взять. Никс еще и параллельно стаки делает для алхимика, естественно. И разгон, кстати, на того. А поддержки никакой поблизости нет. Ну, пока использует банку. Есть стан, левел четыре. Много очень урона получает алхимик. Но все-таки уходит. Ну и спиритбрейкер тоже здесь рисковал. Будь Никс на пару пикселей поближе и... Глядишь, и станом бы как-нибудь зацепил. В любом случае стянули туда спиритбрейкера. Теперь энчантрис вынуждена одна на своей линии тасоваться. Спиритбрейкер сейчас отойдет на базу и разгонится, если это потребуется. Очень наглеет, кстати, Никс. Левел два у него. Тоже есть тапки. Просто гоняет котла, чтобы... Тот не имел возможности постоянно использовать свои способности. Маны у котла нет абсолютно. Да, конечно, восстановит. И мы видим, у вида мансера тоже не очень все хорошо. Будет ли нападение на пака? Не самая лучшая цель. Количество дизейблов не должно позволить убить этого героя. А алхимик уже отправляется в леса. Забирает руну там. Сейчас возьмет еще и иллюзии. Драгонайт левел 5. Почти шестой у него. Алхимик пока только четвертый. Сумели его отогнать в прошлом эпизоде. Здесь нападение на пака. Пак. Естественно, прячется и будет жить точно. А вот Никс не факт, что выживет, потому что баш срабатывает. Нужно четвертое убийство зарабатывать. И есть оно. Для Зула. Вот эта карта мне нравится больше. Потому что далеко не факт, что SG здесь подтвердят статус фаворита. Начали, но он за здравие. По крепам мы разве что, видимо, отстают. Но оно, в принципе, не так пока влияет. Этот показатель на дальнейший исход, естественно. А вот убийство Алхимика. Это совсем неприятно для SG. ДК отрывается. И экономику мы, конечно, можем посмотреть. И пока Алхимик уступает немного. Он, естественно, нагонит. Но пробивать-то как этого ДК? И Enchantress как пробивать? Посмотрим. Может быть, один пак здесь все решит. Spirit Breaker. Левел 3. Пока... Затишки. 5-2 счет. Да, периодически убийства происходят. В принципе, пока мы видим более одного убийства в минуту. Тем не менее, та игра была гораздо более активной. Но Алхимик уже отправляется зарабатывать свои большие бабки. Левел 6. Пока уступает 500 голды Драгонайта. Но это все вопрос времени. Нет, не существует героя в доте, который способен выиграть Алхимика по Нетворцу. Когда команда не доминирует. Ну вот, например, как SG на прошлой карте. Если игра более-менее равная, то невозможно обогнать Алхимика по деньгам. А здесь тем временем нападение визажа на визажа, а снизу успели убить в этот момент виномансера. Ну и еще непонятно, на кого нападение. Нет, все-таки на визажа, потому что Enchantress слишком долго живет и визаж минус. А Spirit Breaker будет жить. Никс на хосте, кстати, а почему бы не попытаться? Вот прямо сейчас не ждали Никса здесь. Есть стан. И минус имеется. И Enchantress в этот раз без хила. Но, с другой стороны, есть Untouchable. Уже в двоечку вкачанный. Enchantress пятый уровень имеет. Такой редкий гость на сложной линии. Крайне редкий. Но, как мы видим, тоже не стесняются повторять за более опытными командами. А Ноун, да и вообще в Южной Америке, наверное, подход повторов каких-то стратегий за более опытным Западом или Китаем, это нормально. Никто их за это обвинять не будет. Будет, в первую очередь, нужно как-то не сильно отставать от остального мира, а потом уже можно будет его и выигрывать. Возможно, мы увидим когда-нибудь крупный Лан, который выиграет команда из Южной Америки. Но это все только в будущем. Пока, ну, ближайший, наверное, год, они просто будут набираться опыта на каждом из этих 27, что ли, турниров. Наберут опыта, а потом покажут, что они стоят. Итак, тир-1 вышка. Очень битая ОСГ. Догонает рядом. Пак, в соло, Виномайнсера может убить. Последнюю тычку нужно нанести и... Неужели не будет этой тычки? Судя по всему, нет. Пак погибает. А Веник уходит. Очень здорово сыграно. А нет, Веник все-таки погибает. Прошу прощения, здесь Бэйн из ниоткуда появился. И встретил убегающую жертву. Визаж. Иногда стоит на него поглядывать. Вот сейчас получит шестой левел уже. И крайне любопытно подоблюдать вообще, какой айтем билд будет. Ну, наверняка он будет очень близок к стандартному через Солар Крест. Ну, вообще, как этим героям в очень глубоком лите что-то показывать? Алхимик здесь, тем временем, очень сильно страдает. Естественно, отсюда его не отпускает. Точно так же, как и Энчантрос. И вот каким образом убивать двух этих силовиков, ну, с большим количеством птиц можно попытаться. В идеале Спирит Брейкера для начала. Тут разбегается, кстати, в визажа. Очень много здоровья у Спирит Брейкера. Чируну по пути заберет, судя по всему. Да, и... Ну, и очень много времени на него тратят. Никс летит. Судя по всему, видел это Спирит Брейкер, но все-таки получает станы от птичек и погибает. Ну, вот 8-7 же счет. Было гораздо более весомым отставание СГ. Сейчас. По фрагам. Оно практически в нуле. По деньгам мы видим, Алхимик по-прежнему уступает Драгонайту 5 сотен золота. У того есть Армлет. И сейчас, естественно, будет собираться Рэддианс, потому что крипов здесь невероятное количество. И здесь они есть. Ну, поработали саппорты СГ. В этом плане достаточно неплохо. Пак. У пака могут быть трудности. Пак. И... По идее, не должен уходить, хотя через секунду будет Орб. Успел спрятаться. Казалось бы, но нет. Получает последний дэмэдж. Очередное убийство для Аноун. 9-7 счет. Вот два фрага в минуту мы примерно наблюдаем. И пока Аноун справляются здорово. Повторение прошлой карты мы, вероятнее всего, не увидим. Мы уже СГ там собирались заканчивать примерно там на этой минуте. Я утрирую, конечно, но... Все равно. Интересно, как СГ будут вообще по этой игре действовать. Во-первых, достаточно пассивный на первых парах алхимик. Нужно выигрывать драки без него. Драки против котла, виномантера и драгонайта. Это не самое приятное. Затею и... Любое какое-то нападение, подвышку может закончиться хорошим разменом. Для Аноун постоянно, когда смотришь игры с виномантером, вы вроде как нападаете, вы вроде как пытаетесь что-то сделать. Но нажал красную кнопку, виномантер. А дальше... Дело техники. Снизу драки пока никакой нет. В позиции Никс хочет... Помочь здесь визажу... Разделаться с виномантером. Аноун тем временем на топе. Так же обосновались. И драгонайт с армлетом 10 уровня. Тоже очень плотный уже. Снизу драка. Виномантер успевает влетануть. Вот вы вроде как его должны забирать, но он успел влетануть, и вы, судя по всему, отсюда так же не уйдете. Один в один уже размен. Два телепорта есть, и... Никс. Неужели уйдет? Да. Один в один тогда. Ну, наверное, такой размен. Нельзя даже сказать, кого больше устраивает. Два керри, казалось бы, погибают. Ну, и на мантер перед смертью тысячу урона успел нанести. Во-первых, было только два героя. Во-вторых, ультимейт еще достаточно слабенький. Да и змейки там. В общем, эти цифры будут увеличиваться у виномантера. Причем увеличиваться сильно. Бэйн. Успевает дать слип. На него разгон уже не имеется, но пока добежит спиритбрейкер, Бэйн пять раз успеет влететь. Энчандрис. На нижней линии. Как там вообще дела с крипами лесными стоят? Пока я их не наблюдаю. Алхимик. Не собирается покидать леса. Уже есть у него 4300 золота. Естественно, он уже ДК обогнал. Причем обогнал достаточно серьезно. 2000 имеется. Но вот остальные герои пока не сказать, что... Повторяют за своим товарищем. Вот только пак еще вверху держится. У визажа все не очень хорошо. Спортов также. Дела идут не лучшим образом. Ну что. На Тир-2 заходят. Аноун. Любопытно. Ничего абсолютно. Эти парни не боятся. У Бэйна ловел 6, кстати, есть, если что. Фибл пока не качает. Аркан Тапки также успел где-то собрать себе. Здесь пока только медалька. Ну и будет покупать себе медас. Очень поздний медас получится. Будет ли вообще, может быть, стоит передумать. Алхимик. И в смоках вместе с Радианцем. Главное успеть до того, как визаж будет погибать. Птицы. Неплохо. Врыв на визажа очень далеко. И подкопали пока только Энчатрис. Не та абсолютно цель. Во-первых, зафокусить сложно. Еще и Алхимик взрывается сам. И как кого-либо догонять. Насколько же развелись сейчас хорошо. Аноун. СГ здесь никого цепануть не сумеет. Не хватает спиритбрейкера, который будет бегать, догонять, цеплять, убивать. И вот только здесь Бэйн настиг своего оппонента. Ну и спиритбрейкер может отсюда не уйти. Очень грамотно. Карапасы были использованы. Застанился спиритбрейкер. Хватит ли урона? Должно хватить. По-моему, не попадает в иномансер. А вот сейчас попадает. Сложно не попасть с такой способностью. Уйти нужно Бэйну. Бэйн уходит. Никс также, судя по всему, уйдет. Еще есть стики. А драка может продолжиться. Очень битый, кстати, драгонайт, Алхимик. С Традианса много урона наносит, просто бегая вокруг. Никто еще не имеет блокингваров, естественно. Ну и ушли все абсолютно. А Коттл тем временем зарабатывает денежки. Есть уже 1700. Гоним. Медленно, но верно, будет появляться. Никс снова уходит. Разгон на него. А есть ли Вижена? Вижена никакого. Дримкл он неплохой, но по большей части защитный. Застанели трех героев. Все остальные тиммейты сумели уйти. И вот уже 10-10. Преимущества по киллам теперь нет и вовсе. Ну и Тир-2. Все-таки хотят ее добить сейчас Аноун. Но вообще у них пик как бы подразумевает. Снос вышек достаточно быстрый. Особенно. Главное вот так не погибать, кстати, Паку. Особенно легко им это делать с Драгонайтом, с Энчантрис. С Виномантером, естественно. Забрать шесть вышек и потом как-то подумать о заходе на хайграунд. А вот как будут заходить? Это уже вопрос третий, так скажем. У Визажа еще нет Мидаса. Семнадцатая минута идет. И пока абсолютно ничего он практически не имеет. Как там дела у Бэйна? У Бэйна дела... Да неплохо. Расходники покупает, седьмой левел имеет. Разве что по Нетворцу последний. Но от него, наверное, большого количества артефактов никто и не ждет. Его задача... Убеспечивать поддержку своими вардами. С маками, дастами и так далее. Хотя дасты тут не нужны. А вот нужны они команде Аноун. И вот они используются на Никса. Птицы очень грамотно садятся. Останавливают всех и... Легко этой драки сумели избежать СГ. А вот снизу вышка у Аноун, судя по всему, будет разрушена. Алхимик здесь. Алхимик с тревелами. Алхимик потихоньку выходит в Монтастайл. Сносит вышку. Никто ее защищать не собирается. У Аноун план немного другой на игру. Их задача самим снести вышки как можно скорее. Да, это открывает пространство для фарма Алхимик. Но он и так свое нафармит. Это закрывает пространство для каких-то гангов. С визажом. Хотелось бы играть поактивнее. Хотелось бы убивать вначале. А не играть очень пассивно здесь. Тем временем Виномайнсер вместе с Энчантрис. Виномайнсер имеет ультимейт. И успеет ли он его дать перед смертью? Успевает. Другого героя решили зацепить. И вот сейчас вопрос. Стоит ли продолжать эту драку или лучше отступить? Могли на самом деле легко зафокусить Виномайнсера первым. И не дать ему ультануть. Но решили по-другому. Но сейчас благодаря этому и сами не погибли. И потеряли только одного героя. Спиритбрейкер. Цеплять издалека очень тяжело. Птицы. Это все-таки слишком медленно. Пак. Это слишком редко. Бэйн. Ну ему бы хоть что-то. Форстаф. Линзу какую-то. Просто чтобы подальше цеплять своим слипом. Или ультимейтом. Пока не хватает возможностей. Инициировать регулярно. Пока ловел 13. Даггер у него давно есть. Сейчас купит себе линку. Тогда его поймать будет достаточно сложно. Станов не очень много. О, но он, да, есть спиритбрейкер с двумя способностями. Есть ДК. Ну и все, по большому счету. Либо тратить все в пака. Либо не поймать его никогда. 11-11 счет. Пять вышек снесено. Отправляются просто в лоб. На центральную вторую. ДК давайте посмотрим даггер ли есть. Да, даггер есть. И ДК готов, если что, цеплять. Так далеко не пойдет. Зул. Ну и теперь нужно ждать кулдаун. Когда закончится у способности. Потому что выйти. Нет вариантов. Пак там тем временем вместе с Никсом разбираются. Пока лишь с котлом. Ну и пак, как мы видим, ультимейт не потратил. Оно он продолжает. Даже без котла. Вообще ничего не боятся эти парни. Судя по всему. Жизнь их не научила в прошлой карте. А будет ли пак кого-то цеплять? А можно прыгнуть двоих? Ну все остальные слишком далеко. Спирит Брейкер очень рискует. Драгонайт. Есть танк по паку. Пак просто отсюда уходит и ставит дремку. Продолжение нужно. Ультимейт Бэйна будет ли кто-то сбивать? Вообще нужно ему кастануть его поскорее. Все-таки снова в энчантре считают, что Спирит Брейкера сумеют убить и так. Так и получается. Действительно минус 3 очень легкий трипл килл для алхимика. Вот она драка в большинстве. Вот она ошибка ноун. И конкретно этот файт для SG прошел просто идеально. Лучше не придумаешь. Очень здорово сыграли здесь SG. Даже говорить не о чем. Ну и теперь имеет возможность еще немного денег заработать. Как мы видим, покупается Мидас все-таки визажом. Есть у него также гем. Теперь с Виженом у Аноун будут проблемки. Все ворды будут сбиваться. Но этот гем главное не потерять. Ну и стоит отметить, что позиционка была такой у Аноун, что в случае ультимейта Бэйна вообще в любого героя. Он мог в ДК улетануть, он мог в Спирит Брейкера улетануть, он мог в энчантрес улетануть. Мало того, что станов крайне небольшое количество, так еще и в позиции Бэйн стоял такой, что до него не добраться. И он бы свой ульт продержал по максимуму. Если бы, конечно, герой не погиб до его окончания. Алхимик вместе с иллюзиями, вернее, иллюзии отправляет на низ. Сам же ближе к лесу. Там денег капает побольше, чем с одной вышки. Ни в чем себе не отказывает. Спирит Брейкер отправляется просто разбираться с иллюзиями. Иначе они там и сами сумеют снести вышку очень быстро. Три героя здесь, а вот два персонажа, которые должны цеплять, слишком далеко. Наверное, Драко не собирается SG здесь проводить. Пока просто отступают. Алхимик продолжает фармить. У него есть уже иммонд оставил. Еще почти тысяча сверху, которая будет, как мы видим, впущена в Сильвер Эйдж. Ну, опять же, чтобы выключать пассивку Драгонайту. Здесь, тем временем, Драгонай цепанули. Садится птица одна, садится вторая, летит еще и Алхимик. На всякий случай, потому что дэмэджа могло не хватить. Хватило бы, наверное, но на верочку сыграли SG. И вот уже счет 11-16. Много фрагов подряд делают. Здесь Никс отсюда, естественно, не уйдет. Вчетвером с ним разобрались, ребята, из-за ноун. И сразу же разбег на Бэйна. Бэйн успеет ли... да. Успевает Бэйн. Алхимик тем временем продолжает фармить. Что вообще из себя представляет энчандрис на этой карте? Мне не совсем ясно. Вот она вроде как есть. Не знаю, мне как-то совсем этот герой не нравится. Мне кажется, он немного выпадает по игре. Самая большая польза от нее была в самом начале, когда трипл килл заработал Драгонайт. И... Окружив, так скажем, энчандрис и направив свой фокус на нее, был просто вкачан хилл, благодаря чему энчандрис выжила. Ну и трипл килл Драгонайту достался. В остальном же от этого героя пользы крайне мало. Она просто есть и все. Это все-таки герой со сложной линией, который должен решать какие-то вопросы. Например, как пак-то делает. Разница колоссальная сейчас. По... По пользе от этих героев. У пака мы видим и Нетворс повыше на 3000. Уже 9к ведут SG. Крайне уверенно играют. Видимо, начало их нисколько не смутило. Знали они, что все-таки фавориты в этой встрече. Есть разбег. Алхимика. Слишком много героев за ним отправляется. И хороший очень стан. Но ультимейтам достает все-таки или нет? Нет, не достает. Тепа аут прямо сейчас или бежать. Решил бежать. Есть Монолик. Хорошо отбрасывает сейчас Алхимика. Ну, если его никто не засейвит, то будет проблема. Но он сам готов драться продолжать. Бэйн вот в этот раз плохая позиционка. Уже он погиб. Пока драка 1 в 0. Алхимик просто нарезает и огромное количество дэмэджа с Радианса наносит. Мы это обязательно посмотрим. Проблема огромная и увиновается. Но он успел ультануть. Так что жизнь его точно прошла не даром. Все-таки Алхимика забрали. Да, 2 в 1 уже драка. Спиритбрейкеру, конечно, отомстят, скорее всего. Есть фраг. И два очень битых героя, которых... Может убить Пак в одиночку очень легко. Добраться бы до них. Здесь Никс. Цепляет все-таки Энчантрис. Та цель, на которую не хотелось бы агрить со всей толпой. Потому что слишком много ресурсов на нее тратится. Она по-прежнему живет. И вот сейчас она тоже выживет. Пак, будет ли прыжок? Нет, не будет. Потому что хилл был включен. И... Даже дамеджа с Сайленса могло не хватить. Никс. Мана у него не останется. И Никс здесь... Не имеет шансов уйти. Ну вот такая драка у нас получилась снизу. Слишком далеко. С Джип первоначально были от Алхимика. Благодаря чему Анон сумели там и маны его лишить полностью. И... Подтянуться всей толпой. В этом плане Анон чуть-чуть все пошло получше. Возможно им в какой-то степени здесь повезло. Ну, либо рассчитали этот момент. Наверняка видели, где находятся герои СДЖи перед этой дракой. Отсутствие вышек на нижней линии не позволяет. Как-то быстро туда передвигаться. Ну, Шрайн, безусловно. Но все равно. Нужно же еще потратить время на этот телепорт. Потом добежать. А Алхимик добежал вообще отсюда примерно. Или еще дальше. В любом случае, 6 тысяч сейчас преимущество СДЖи. Причем... Это преимущество, как мы видим, не только в Алхимике. 9 тысяч он ведет, например, у Драгонайта. 10 уже. В любом случае, преимущество небольшое. Но отыграли оно, потому что было уже около десятки. 9-10. А вот сейчас только 6. Хотел я сказать 6, но потом посмотрел и увидел 8. Ну, вот такой вот герой Алхимик. Буквально 5 крипов и заработал огромное количество денег. Здесь драка снова будет. Визаж. Как не хочется терять своего мейн керри, я напомню. Визаж сразу же минус. Будет ли драка. Шрайн по-прежнему имеется. И ничего не боится. Алхимик. Дримкоил ставится. Но очень плохой только на одну цель. И все-таки хватает демеджа, чтобы убить Драгонайт. А вот теперь можно ловить всех остальных. Потому что это единственный герой, который живет очень долго. И при этом урон наносит. Энчатрис к таким, конечно, не отнести. Энчатрис получает ультимейт Бэйна. И моментально погибает. Когда ее бьет Алхимик. Когда ее бьют вот таким количеством людей. Уйти ей крайне тяжело. Минус 2 сделали. И сейчас вместе с птичками можно, хоть и без Сулар Креста, но забрать. Крайне быстро этого Рошана. Да и появится визаж побыстрее, чем та же Энчатрис. И в любом случае драться Анноун за этого Рошана не могут. Вернее могут, но по сути нежелательно. Неплохо. Задувает здесь Коттл. Много демеджа наносит всем. И Пак. Решил таким образом отогнать. Вот Рошана. Но знает, что будет их больше. Потому что Энчатрис только-только появляется. Успели убить Спирит Брейкера. Успели убить Котла. Ну вот, как говорится. Да отгонялись. И Рошана не помешали забрать. И сами погибли. Наихудший вариант выбрали. Из возможных Пак погибает. И Гем теряет еще, да? Да. И еще и Алхимик сюда зато летит. Драгонайт без формы. Драгонайт очень быстро рассыпается. Как будто и не было его здесь вовсе. То же самое может произойти сейчас с Энчатрис. Хотя работает пассивка. Есть также хил. Хил заканчивается. И как-то не по таймингу все получилось. Стоит, наверное, отступить СГ. Можно попытаться показать давление на центральную вышку. Но нет. Отступает. Опять же, много очень было всего потрачено. Но зато убили, наверное, Драгонайта. Нападали не сами. Потеряли Пака. Размен, пожалуй, в пользу СГ. В любом случае. Плюс незабываемый, что Драгонайт уже уступает тому самому Паку по Нетворцу. Пак, я напомню, со сложной линии. И будет собирать себе Дагон. Дагон, в первую очередь, чтобы быстро убивать очень Виномайнсера, быстро убивать Энчатрис. Причем, если Виномайнсера нужно успеть убить в начале Драги, то Энчатрис неважно. Когда убивать, просто сделать это будет гораздо проще с Дагоном. Один раз дал в нее полный прокаст, а она отлетела. Так что здесь решение, в принципе, логичное, понятное. И... Вернее, другие варианты были, но этот вариант не считается плохим ни в коем случае. Чаще принято, наверное, после Линьки купить Паку еще что-то. Сейчас Аганим набирает популярность. Какие-то Хиксы, Шивы. Это все тоже имеет место быть. Дагон, как правило, покупать немного позже. После еще одного крупного слота. Но сейчас Дагон будет сразу. Нюка, в принципе, не так много у СГ. Если Энчатрис не ловят ультимейтом Бэйна, то она живет долго. Нежелательно, чтобы она жила долго. Как-то ее из виду потерять, дать ей возможность бить, а она там с Драгонлендсом огромное количество дэмэджа способно наносить. Поэтому все, наверное, правильно делают СГ. А вот что он, ну, что они сейчас будут делать с этой машиной для убийства? Пак врывается, сразу же Дринкоил ставит. Ну, такой себе, на самом деле. Зато здесь. Зато здесь Энчатрис. Ну, вот, Антагон прилетел. Энчатрис сразу же погибает. Ультимейт дает Веномансер. Цепляет спиритбрейкера. Один в ноль драка. Казалось бы, задул Коттл, но дэмэджа не хватает. Алхимик, если выживет, то не важно, на самом деле, потому что есть у него Аегис. Да, он его тратит. Но для этого он и нужен. Два в ноль. Хардлейнера и Саппорта сумели забрать SG и снова отступают, заработать еще немного денег. 16 тысяч преимущества уже имеется в этой команде. Сильвер Эдж также есть у Алхимика. Ну, полезная, конечно, штука. И этого товарища выключать и вот эту подругу. Алхимик. Такой мне нравится немного больше, чем с Экторином. Вот сейчас мы видим, аганим покупается. А вот для кого? Крайне любопытно. Я думаю, визаж здесь вариант номер один. Самый... Да. Как мы видим, сам он пока не покупает подобный артефакт. Ну, а визаж без аганима это как... Я даже не знаю, это как патт без даггера. Что-то такое. Пак очень активно себя показывает на этой карте. 18 тысяч преимущества и решили в смоках прогуляться SG. А, нет. Это инвиз у Пака и инвиз у Никса, прошу прощения. И два героя просто сзади готовы, если что, поддержать. Видно было одного лишь персонажа. Ну, такого, что можно не успеть его убить. Какой-то разгон шальной в другую сторону. Дизейблов не хватило и потрачен Dreamcoil. Не хочется тратить такую полезную способность на одного лишь персонажа. Особенно, когда вы собираетесь совсем скоро нападать. Уже основательно на соперника сносить ему оставшуюся вышку. Кстати, да, у нас осталась последняя внешняя вышка на карте. SG потеряли уже давно все свои 6. А но он в этом плане держится немного дольше. Пак. Как дела идут у него? У него дела идут хорошо, потому что догоним его уже левел 2 и драка у нас будет все-таки рядом с Рошаном. Не получается у Алхимика выпустить банку в Виномальсера, но успели очень быстро убить Энчантрис. То же самое сделали с Драгонайтом, но Изула отсюда тоже не уйдет. Это минус 3 от SG. Блестяще сыграно. Виномальсер также погибает. Еще ульт свой потратил перед смертью. Очевидно, что теперь следующая драка без этого ультимейта явно не будет в пользу Оно он, хотя не заметил я аганиму этого героя. Иначе все-таки будет ультимейт следующей драки. Очень маленький кулдаун, очень низкий. И как раз к появлению героя ультимейт уже будет готов. Даже ждать ни секунды не придется, но Алхимик тем временем ломает нижнюю сторону. Визаж занимается тем же самым на центральном коридоре. Ну и минус первые бараки. Минус старые бараки. И теперь на мид. Просто на мид. Да, SG, конечно, блестяще провели мидгейм. Практически безошибочно играют. Есть иллюзии. Ну, даже если не сумеют снести этот рейнджовый барак, SG в любом случае здесь вынесли максимум из эпизода. Они снесли две стороны. Они выиграли файт. Они готовы подождать Рошана. Все-таки ошибаться не хочется. Вот он, аганим. Берется Алхимиком. Ну и посмотрим, кому он достанется. Вернее, не так. Посмотрим, когда он прилетит к визажу. Не вижу здесь причин давать его кому-то другому. Да, можно купить всем. Но все-таки этому герою он подходит по игре, особенно когда у вас визаж керри. Максимально. Может быть, сейчас еще один рейткликом купит? Не рейткликом, но купит. Как мы видим, сразу же второй. Вот все-таки Актерин появился. Главное, что Сильвередж собрал. Теперь дэмэдж какой-то с руки появился. Да и в принципе, артефакт крайне полезен против тех героев, что мы видим у соперника. И Аноун. Ну, абсолютно не знают, что им делать. Они вышли достаточно далеко с базы. Просто толкать линии. В смоках идут СГ. Возможно, это последний заход. Никто не взял себе хосту. Здесь ДК. Не хочется терять именно ДК. ДК. Получает ультимейты. До свидания. Драка у нас может продолжиться. Успеет выпустить банку Алхимик. Коттл. Также отправляется в таверну. Спиритбрейкер. Не отстает и тоже идет отдыхать. Это минус. Вторая сторона. Байбэк имеется у Спиритбрейкера. Вообще, как там дела с байбэками? Байбэка нет ключевых героев. Ну, это конец, судя по всему. Также погибает Энчатрис. Ну, и просто ломают. Гудгейм. Пишут Аноун. Поздравляем с G-Sports. Крайне легкая для них оказалась серия. 2-0. Следующий их соперник это команда Старс. Сейчас напомню вам сразу обязательно Обязательно переходите на канал ESL RUHUB Dota 2B Потому что сейчас мы на канале С находимся. Все-таки Да, переходим мы на другой канал. Поэтому сейчас задержка у нас 5 минут имеется на стриме. Соответственно, пока я выключу этот, запущу второй Пройдет минут, наверное, 10-15 плюс-минус То есть, к тому времени подтягивайтесь на канал ESL RUHUB Dota 2B Ну, и мы продолжим смотреть за Южной Америкой Отличная игра в исполнении G-Sports С вами был Марталис Услышимся через несколько минут Еще серия Одна сегодня нас ждет Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова